Полководец остался в одиночестве. Накануне с бульвара Победы исчезли 11 скульптурных портретов наших земляков, героев и Великой Отечественной войны. Однако волноваться не стоит, ведь тому есть вполне резонное объяснение. Бюсты сняты, рабочие освобождают основания постаментов, чтобы легче было их демонтировать. Аллея славы на бульваре Победы в этом году существенно преобразится. Выполненные из хрупкого силумина скульптурные портреты ирбичан героев войны заменят новыми, отлитыми из бронзы. Бюсты уже изготавливаются в художественной мастерской. В ближайшее время нам уже предоставят макеты, которые мы должны согласовать. Будет создана комиссия из наших историков, краеведов, которые подтвердят портретную схожесть этих героев. Реализацией проекта, получившего поддержку губернатора Свердловской области, занимается Нижне-Тагильское предприятие «Благовест». Параллельно в Эрбите готовятся основания для бюстов, выполнены которые будут из красного гранита. Такого же, как на памятнике Георгию Жукову. При этом и старым бюстам будет определено достойное место. Запланировано бюсты Речкалова и молодых, которые выполнены буквально не так давно, можно сказать, они будут храниться в музее. В историко-этнографическом будут переданы музеи. И два бюста у нас уже заявилась Артемовская территория, которые хотят у нас их принять к себе на территорию, потому что герои именно их территории, родина их в Артемовском районе. Отметим, что согласно контракту срок окончания работ намечен на 11 ноября. Однако подрядчик, по словам представителей предприятия, учитывая погодные условия, постарается завершить его гораздо раньше.